а я и тут такая вся ну что что давай будешь нам рассказывать как твой день проходит сейчас я взяла интервью у своего профессора короче все интервью сверось к тому что мы вначале детей своих обсуждали потом уже короче вспомнить чему собрались ты уже вообще вспомни чему тут собрались заприветствует бежал и бежал и так бежал и так бежал и упал и стал и решил отдохнуть расскажу про эту шутку сейчас говорю всем привет всем привет вы на канале наша жизнь в америке шутка про я так бежал и бежал и упал и решил отдохнуть в общем когда-то белорусы знают что такой комаровский рынок мышцы девчонка стояли на комаровском рынке или мы шли попала каким-то делом женщина такая но крепкая хорошая такая женщина до сумки 2 она такая бежит 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 по рядам где овощи продают ряд длинный я не знаю сколько серьезно сколько там в общем он какой на улице да он вообще для она бежит с этими сумками я не знаю на чем она может поскользнуть потому что какие-то овощи были наверно на полу варить ну что такое короче она падает все таки она назад падает представьте да сумки эти кверху и она лежит люди там к ней так кто-то поднимает что-то она такая садится да при этом не выпуская сумки да и говорит я так бежала так бежала упала устала режим устала упала я решила отдохнуть в общем это стало нашей так сказать фишкой ой сегодня я была на одном классе по child development мы разбирали о том как какие права имеют дети в общем я для себя решила так что оставаться с ребенком наедине вообще не стоит ни с каким ну потому что по крайней ну вот сегодня мы прорабат прорабатывали уже вопрос да ну чужим конечно если допустим ребенок залазит на стол и стоит на столе че с ним сделать маленький ребенок мы же осмотрим ситуации что мы проску смотрим это дети там трех четырех лет ну в общем там по всякому начали говорить ну и в общем кто-то посоветовал бы снять так вот снять его ни в коем случае нельзя даже в присутствии свидетеля его нужно уговорить уговорить слезть при этом если ты приближаешься к нему нужно постоянно его предупреждать что допустим машенька ты делаешь неправильно ты залезла на стол на стол залазить опасно даже наверно слова неправильно нельзя про это потому что он сам лучше знает правильно это или не в общем что ты ты сейчас в опасности я хочу подойти к тебе на два шага для того чтобы подстраховать тебя в общем там объяснять ему объяснять это в ребенку втирать в общем если тебе нужно все таки если ситуация уже настолько опасно что короче либо ты через 15 минут будешь писать репорт почему он головой шахнулся со стола да то нужно в пресс-куле должны работать всегда по 2 по 2 учителя либо учитель и один хрубер но тогда меньшее количество детей должно у нас киндергадем это другая вещь об риску да совсем я понял типа в детском садике да и значит после этого после того как я позвала свидетеля я должна объяснить свидетелю что происходит почему я сейчас приближусь к ребенку и сказать как я его возьму взять нужно спиной к себе ни в коем случае не лицом его в себе упирать не знаю не запомнила я не говорили может я не запомнила спиной к себе и мягко поставить на пол после этого еще раз ему объяснить какая была ситуация почему я должна была физически для него дотронуться учитывая то что у нас солнечная солнечный солнечный климат туда-сюда мы должны защищать детей от солнца но мы не можем их мазать потому что это физический контакт когда ты маш ребенка кремом от солнца поэтому что мы должны сделать короче уже как на там не извращать одного ребенка попросить другого намазать ну в общем как ты выйдешь из ситуации ну блин ну сосредоточьтесь ну что самое простое начали думать что просить родителей с утра мазать просить родителей в обед подъезжать мазать в общем чему только нет нет нужно просто попросить чтобы не спрей приносить вместо крем можно если ты ему на спреешь на лицо в глаза блин наверное для этого панамки они там все блин ну короче это очень мутная тема не надо в пресс-куле работать я скажу вот ну я же как пресс-кур тичер думаю моя на данный момент я думал что мы больше киндергатен я смогу тоже работать но у меня напрягает так зайка в киндергатене с детьми тоже нельзя физически иметь никаких контактов не мазать его не трогать его за не пусть немножко уже соображать начинал при этом я хочу хорошо а как тогда пили на стоянке я думаю про вот эти процессы про крем и про все ты я подумал а как же тогда там где вот не пресс-кур т.к. где для совсем вот этих малышей оставляют 6 месяцев а как же его не трогая перепеленать или как его подмыть и вот как тогда должно происходить вот поэтому я хочу с мисс джанис поговорить по поводу этого сказать я либо чего-то недопонимаю но по поводу вот мы прорабатывали сценарий ребенок на столе ребенка нужно намазать а трогать ему нельзя потом мы заполняли еще всякие вот эти нормативы там в каком плане нормативы ну какой забор должен быть вокруг риску рискового почему почему именно а какая типа качества должна быть сетка почему именно сетка почему не деревянная деревянная более типа натуральная нельзя то что может упасть ветер муж подуть он может упасть и может подожди даже что должно быть не должно быть короче школы должны быть огорожены только сетчатым забором пластиком вот этим вот знаешь красивым не деревянный дон и никаким не может быть окажется что я вот зайка я уверена практически что когда мы ехали по хоторму да я видела прескал у которого бетонный забор это мое мнение может быть я это надо посмотреть а если ты потрогаешь вот что о чем вы говорили но если ситуация выходит из-под контроля посмотри вот пока ты позовешь этого свидетеля пока ты ему объяснишь и ребенок я так понимаю три годика ему стоит на краю стола сережка получает я думаю так что как и в любой профессии есть грубо говоря техника безопасности а есть то как ты действуешь по ситуации я так понимаю короче лучше всего иметь на груди онлайн камеру постоянно стоп снято ребенок залез на стул ты его уговариваешь 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 тем временем еще зовешь того свидетеля потом он не успевает прийти ребенок начинает прыгать ты бежишь олую все разъясняла по поводу того что нельзя делать вот эти вот когда ребенок не может мы рассматривали какие виды наказания категорически нельзя нельзя грубо говоря вот если дети в красе там ланчут это маленький но это понятно физические наказание нет не физические такие вот как ну как сказать моральное наказание нельзя сказать если ты не уберешь там допустим свое рабочее место ты не будешь иметь там мрач потому что тут грязно и ты не можешь сесть ребенок не понимает какие-то взаимосвязи он принять прошу у них покормить нельзя вот эти вот устраивает тайм-аут когда отсаживать на отдельный стул потому что ребенок в теперешние дни это считается как эмоциональный абьюз ну типа когда-то сажают что там что-то не бардак везде надо писать даже недавно ж было кто-то здесь и рассказывал кого-то куда-то чего-то ну в общем кучу кучу и она нам объяснял вот школа засечен забор она нам объяснял на про есть такая вещь название там короче собрана ну грубо говоря как она считать вторая вторая вещь после библии которую вы должны почитывать знать наизусть нам все вот эти нормативы сколько там детей может быть в классе если один учить сколько там должно быть персонального места ну все 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 вот это прописано ну вот она говорит вы должны это просто все знать наизусть как бы все там очень много надо знать наизусть ну а потом я подошла к ней спросила может ли она мне дать интервью для моего второго класса она сказала да 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 конечно но мы что-то потом короче про одна начали говорить про здоровье но это же интервью там специальные надо еще нет нет мы потом очень быстро набросали ответы на эти вопросы что она рассказывала про себя про себя она рассказывала что она говорит что мы начали про начали с колледжа и что тяжело учиться что это много надо но она говорит что честно скажу все вот это то что учишь это все классно но пока ты не будешь ходить работать да ты никогда этого ничего не поймешь поэтому ты понятно ты как переучиваешься как бы ну это твоя вторая будет профессия да а горит к тем кто уже целенаправленно идёт ну на child ever major типа ну вот быть в этой системе она говорит я знала об этом еще когда только начало учиться в хай-скул я для себя выбрала цель и уже в хай-скул она как волонтер ходила работать в разные эти самые послешкольные программы она говорит я видела систему изнутри я знала что меня ждет я вот я понимаю как бы она проверял себя хочет она в этом работать или не хочет она потому что он играет можно отучиться можно поучать это бы очень ответственная работа Ну, конечно, она много говорила о высокопарных, пару фраз о том, что мы растим новое поколение, на нас ответственность за будущий мир. Говорит, вот на каждом, кто сидит в этом классе, ответственность. Ну, как бы это ни было, но это не высокопарная, это звучит помпезно. Когда она говорит, что вот на каждом, на каждом, кто сидел, говорит, сегодня, мы же... Ну, по факту это будет так. Мы оставались же с ней одни в классе, я подождала пока, ну, там, есть же, ну, какие-то вопросы после класса решали. И вот когда мы... Ну, это же все-таки не классный вопрос, я не должна кого-то заставлять ждать, пока я с ней поговорю. И она говорит, каждый, кто сидит здесь на стуле, говорит, да, он принял для себя решение и принял на себя ответственность за то, что будет со следующим поколением, поколение, которое он растит. Ну, всякое такое, говорит. И она говорит, а потом, когда я, говорит, уже после high school, говорит, я пришла в колледж, и, говорит, когда я стала брать special class, но у нее уже было general education, она стала, получается, сразу брать с целом. Для цели класса. Она говорит, я, говорит, смотрю и понимаю, что вот это вообще нафиг не надо учить, а вот это, вот это важно, но оно не соответствует действительности. А вот это никто никогда не соблюдает. А вот это, она говорит, я знала уже все это изнутри. И поэтому она говорит, ну, да, это, говорит, хорошо, но, говорит, нужно как можно раньше, когда ты, ну, вот для себя какие-то решения принимаешь, попасть в эту структуру, попасть в профессию, посмотреть это все, ты хочешь ты этого, не хочешь, и сможешь или нет. И, кстати, почему 12 лет, отработав как при school teacher, она приняла решение и ушла учить будущих учителей, потому что, она говорит, я поняла, что я эмоционально, говорит, ну, я для себя, Сереж, понимаю, что она рассказывала о каком-то типа как эмоциональном выгорании, да. Она говорит, я поняла, что я больше не могу быть в таком темпе, говорит, это каждый день ответственность, каждый день начеку, каждый день репорт, каждый день daily check. И она говорит, я, говорит, поняла, что вот я, все, я типа как выработала свой ресурс, пока я могу это делать так хорошо, как я вот, ну, прям the best, типа, да. Раз я больше не могу, значит, я должна удалиться, потому что, она говорит, это очень и очень тяжело. Обожаю эту машину. Смотри на нее, и любишь. Ну, и вот мы про это поговорили, она спросила, что, была ли я где-нибудь, или я просто следую за мечтой, я говорю, что я имела возможность, имею опыт работы с детьми, я и сейчас как бы работаю, и вот, все такое такое. Потом она спросила, в какой университет я планирую трансфер, я сказала, что я пока в растерянности, говорю, я хочу взять себе какой-то небольшой тайм-аут, и, зая, я принял решение, на весну я просто буду брать классы, которые мне пока подходят и для моего здесь диплома, и для трансфера, но пока какого-то конкретного решения я не хочу принимать. До лета, в общем, я решила себе просто дать выдохнуть. Мы же по-любому тогда смотрели, считали, что нам все равно еще год. Зай, ну, грубо говоря, если я собираюсь идти на трансфер, то если бы мы уже все точно решили, что трансфер, то я бы в следующей встрече с консультантом сказала, все, переписываем наши бумаги, мы собираемся на трансфер туда-то и туда-то, и уже бы немножко, ну, другие беседы у меня с консультантом были, там, ну, всякое такое. Ну, как бы так, я говорю, что, ну, если мы не делаем трансфер нам еще год, это весна мы не считаем, год получается. Еще два семестра, три семестра, если очень-очень поднажать, то за два, но я просто чувствую, что нет, три семестра, что я не будем мыжать ничего. Что я, в общем, фоу-тайм студент это, кто имеет 12 юнитов, если я буду брать 16 юнитов, да, то я смогу закончить в декабрю. Но мне кажется, это чересчур он так уверен в своих силах, в тормозах. Ну и все, пожалуй, на этом все. Подожди, если не делать трансфер, то мы закончим... Весной? Следующего года? Нет. Ну, не этой весной, а следующей? Да. Через весну? Да. А если идти на трансфер, то, по-моему, тоже я буду готова к трансферу весной следующего года. Ну, не вот этой, чтобы это число. Может так? Может так? Зай, ну там, ты немножко не понимаешь, мне надо тебя потыкать прямо в эти бумажки. Зай, да, потому что я сама пока с этим разобралась, знаешь, 10 раз, блин, думала уже, что завязывать, пора с этим разбираться, потому что я устала. Ну, все, тогда поехали. Всем пока-пока. Увидимся. А то мне доработано. На канале, блин. Нам же быстрее перекусить, а мы тупим. Какое перекусить, мне бы знаешь. Ну, Зай, надо чашку кофе-чанскую выпить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...